Я вас категорически приветствую. В этом выпуске можно ли дышать без вреда для экологии, как добыть электричество из дождя, японские ученые и слово петуха, а также космические карлики и темная материя. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Для начала тревожные известия из мира экоактивистов, излюбленным занятием которых является не столько забота о природе матушки, сколько подсчет всяких углеродных выбросов от машин и заводов, боингов и пароходов, вулканов и даже коров, которые, как известно, испускают особо смрадные парниковые газы. А тут публичная научная библиотека США опубликовала заметку о том, что эти самые парниковые газы содержатся, приготовься, в каждом из нас. Вот это открытие, так открытие. Но, в принципе, все, конечно, и без них знают, что Теренс и Филипп еще лет 20 тому назад провели массу дерзких экспериментов и доказали это самым что ни на есть эмпирическим путем. А вот граждане из Эдинбурга, судя по всему, решили присвоить заслуги легендарных канадцев себе. Эти шотландские ученые установили, что испускаемые людями парниковые газы составляют 0,1% от суммы всех углеродных выхлопов Великобритании. В других странах эта величина может быть чуть больше или чуть меньше, в зависимости от плотности населения и степени развития промышленности. Странно, конечно, что ученые не призвали во имя экологии решительно сократить поголовье нагло дышащих и зловонно пердящих граждан. Ну или хотя бы обложить их специальным углеродным налогом. Но это надо думать только пока. Впрочем, далеко не все подобные исследования могут быть использованы экоактивистами в их непримиримой борьбе с углеродными хвостами. Например, канадские ученые как следует принюхались к ароматным торфяникам и тиснули заметку в журнал Nature Communications. А сушеные болота тоже считаются одним из источников парниковых газов. Только эти выбросы, как выяснили исследователи, все это время подсчитывали неправильно. Вот здесь прямо заявляют, что и по сей день для их оценки используются средние данные летнего периода. А если учесть сезонный фактор, то цифры получатся как минимум на 50% меньше. Вот как знать, быть может и другие элементы климатической модели были построены со схожими допущениями. В два раза больше, в два раза меньше. Какая разница? Главное, четко расставить приоритеты. Природа в опасности. Надо срочно понатыкать побольше ветряков, отказаться от атомной энергии, а заодно перестать жрать мясо. Когда их там всех уже к ногтю прижмут, непонятно.